Доклад звучит как горячие вопросы, на самом деле это не горячие вопросы, наверное, какие-то такие рабочие вопросы, с которыми мы столкнулись. Мы это команда ГКДЦ номер один, 1 октября отчитались в Москву о том, что в Санкт-Петербурге создали первый центр амбулаторно-онкологической помощи. Ну и вот, как бы такая, общий средство информации по Санкт-Петербургу, личное мнение и вот тот опыт, который мы поимели при создании. Значит, вот скриншот с сайта Минздрава, в принципе, там в 2024 году 420, да, ЦАОПО должно быть открыто, тут уже говорят про 530, 576, да, растет так быстро количество. Это тоже небезызвестный 48-й момент приказ, а вот теперь уже наша текущая ситуация. То есть в этом году, в 2019-м, должно быть открыто в Санкт-Петербурге 8 ЦАОПО. Два из них открыто, это ГКДЦ, это мы и 40-я больница, ну, 68-я поликлиника при 40-й больнице. Вот, и еще 6 ЦАОПО должно быть открыто. Ну, и дальше, вот, кстати, здесь на этой иллюстрации видно, какой охват идет площадей Санкт-Петербурга теми ЦАОПОми, которые будут открыты в 2019 году. Вот, в принципе, видно, что, наверное, где-то процентов 50 будет перекрыто в этом году ЦАОПОми. Вот, и вот то, что до 2022 года еще 10 должны вступить в строй. Что на себя обращает внимание? То, что достаточно, как бы, такая разнородная группа получается. ЦАОПО открытый и в подведе комитета, ну, там и городской консультативно-диагностический центр. Есть ЦАОПО, который фактически открывается на базе районных онкологических отделений, это подчинение администрации районов. Есть ЦАОПО, который будет открыт на базе больницы, многопрофильной Николаевской больницы. То есть тут КДЦ, смотрите, звучит, тоже вот номер 85, достаточно мощная база. Ну, разнородный, разношерстный, как бы, состав и по кадровому насыщению, и по материально-техническому обеспечению, и по механизмам финансирования. Та ситуация, которая сейчас есть, и та, от которой пытаемся уйти, да, это 347-е распоряжение комитета, 223-е по маршрутизации, кто из Санкт-Петербурга работает, да, те все до боли знают эти распоряжения, да. На сегодняшний день город поделен фактически на две части, север-юг, вот, и все это идет через фактически три хаба таких диагностических, это поликлиника ГКОД, вот смотрите, фактически речь идет о двух миллионах, двух с половиной миллионов населения, которые идут на поликлинику ГКОД. Штатная численность врачей, 31 врач-онколог, два миллиона с половиной, 31 врач-онколог, вот, приблизительно такая же ситуация, ну, получше, кстати, КНПЦ, ГКДЦ, потому что здесь вот две организации работают на север. Ну, вот, Кронштадтский, 121 тысяча, это 40-я больница, вот, и система маршрутизации централизованная, вот, так, сейчас, вот, и вот, это разбор положения 223-го распоряжения, то есть два дня врачу, ну, участковому врачу общей практики, да, дается на то, чтобы вообще понять, имеет он дело с онкологией, с подозрением на онкологию или нет, дальше быстро перебрасывается пациент на уровень районного онколога, это вот та ситуация, которая сейчас есть, это без САОПов, вот, районному онкологу дается один день на то, чтобы тоже что-то там сделать с пациентом, ну, все мы понимаем, за один день, наверное, ничего не сделаешь, направление выпишешь и как диспетчер просто переправишь это куда-то в более серьезные организации, вот, и вот уже две недели звучит тот срок, который вот на вот этих вот, сейчас, вот на этих вот организациях идет для работы с пациентом. И фактически речь идет о том, что вот весь поток, который вот здесь вот возникает, он таким плавным, неплавным, скандальным, нескандальным, агрессивным, неагрессивным способом, он попадает сюда, вот, виной вот это вот звено, вот он пошел поток. Вот. А дальше тоже, опять же, сюда прибавим, скажем так, иногда не очень высокие компетенции, да, первичного звена, дальше тенденцию к онконастороженности, а фактически к гипердиагностике, и получается, что как на социальном лифте пациент с первичного звена раз оказывается в той же самой поликлинике онкодиспансера, к ДЦ или там в ОКО, к НПЦ, вот. И дальше абсолютное число направленных пациентов, оно год от года растет, вот, а по структуре мы видим, что все больше и больше растет число пациентов, которые вообще без опухолевой патологии, да, а, собственно говоря, именно в поликлинике онкодиспансера, да, там, к НПЦ приходится проводить дифференциальную диагностику, разбираться там, рак не рак, и зачастую те ресурсы, которые затрачиваются для подтверждения диагноза, они в аналогичном объеме, в равном объеме затрачиваются на исключение диагноза. И вот этот поток, он фактически забивает те ресурсы, те возможности, которые были бы потрачены для быстрого, качественного обследования, ну, как бы, пациентов с истинным подозрением на онкопатологию, вот. Учитывая то, что штатная емкость, инструментальные ресурсы не безразмерны, вот, специализированных в этих организациях ЛПУ второго уровня, ну, как бы все, клинч происходит, вот. Вот, как в том анекдоте, да, можно из шкурки сделать одну шапочку? Можно, да, можно 31? Можно, но они будут маленькие, вот, то же самое и здесь получается, вот. Ну, вот, это тоже такая обобщенная статистика, вот, в принципе, вот это осмысление, ну, как бы у нас лично, ну, где-то начало происходить лет пять назад еще, что происходит вообще с системой. Вот, минусы, ну, прочитайте минусы, как бы, вот, и вот то, что сейчас, вот, начинает вводиться, это, фактически я это называю, как переход от централизации к мультицентричности, вот эти 18 ЦАОПов, это по одному ЦАОПу на один район города, 18 районов, 18 ЦАОПов. Ну, наверное, будет что-то лучше и хорошо. Вот, это основные функциональные обязанности центра амбулаторно-онкологической помощи, диагностика, диагностика, химиотерапевтическое лечение, динамическое наблюдение, реабилитация пациентов. И вот те горячие или рабочие вопросы, да, то есть, первое я уже немножко коснулся, это вот те ЦАОПы, которые должны открыться в этом году в Санкт-Петербурге, 8, а зеленым цветом уже те, которые открылись, те, которые должны открыться, видите, вот плюсики, минусики, плюсики, минусики. То есть, где-то есть соответствие 48 МОН приказу, где-то вот еще надо будет подтягиваться. Вот, и здесь очень мощный вопрос, серьезно, это по схеме финансирования этих вот будущих ЦАОПов, потому что, ну, хорошо, понятно, мы подведкомитет, как бы, у нас, как бы, более-менее все так достаточно четко выстроено по финансированию. А те, которые подчинением идут от ЦАОПа на базе районных онкологических отделений, подчинения администрациям районов, у них механизм через СИЦИ идет, да, и фактически, там, глава администрации, он должен решать, или он бульдозер купит, или он КТ купит. Вот, и не знаю, кто там кого убедит, лучше медик подойдет, мне нужен СКТ под ЦАОП, да, там, или там подойдет, говорит, ну, бульдозер нужен. Вот, еще неизвестно, кто перевесит. Вот, дальше, следующий такой, как бы, рабочий вопрос, смотрите, звучит, медицинская реабилитация, паллиативная медицинская помощь. Мы с чем столкнулись сейчас вот те ЦАОПа, которые открываются, ну, фактически, по-моему, у одного из 18, вот, на планерках, которые в комитете проводятся, у одного, да, ЦАОПа были лицензии на паллиативную медицинскую помощь. Все остальные без лицензирования этого вида деятельности, вот, и поэтому сейчас все бегом-бегом кинулись лицензироваться, заключать договора с хосписами. И, конечно, тоже, вот, федеральный приказ, да, он немножко не учитывает специфики Санкт-Петербурга, потому что в Санкт-Петербурге есть четко выстроенная система паллиативной помощи, в каждом районе хоспис, вот, выездные службы уже сформированы, достаточно все грамотно построено, вот, и, вот, я разговаривал с главным специалистом паллиативной помощи в Санкт-Петербурге, он говорит, смысловая нагрузка, как бы, такое, вот, по-серьезски оказание паллиативной помощи в ЦАОПах для Санкт-Петербурга конкретно, она, наверное, ну, не особо, да, так как-то значима, потому что фактически дублирование идет механизмов, и пациенты просто, ну, как бы, запутаются, что ли, если это возникает на этапе ЦАОПа. Это, наверное, ближе все-таки должно разруливаться, где-то в поликлинике на первичном звене, вот, ну, такое есть дело. А с медицинской реабилитацией, это вообще тоже интересно, тоже, вот, специфика Санкт-Петербурга может быть в регионах по-другому, но на сегодняшний момент механизмы финансирования на амбулаторном этапе реабилитации онкобольных, они, ну, практически отсутствуют. Вот, то есть открываем ГТС, шерстим, смотрим, и, как бы, как бы одни вопросы в глазах, вот. С этим еще надо разбираться. Дальше еще один такой серьезный вопрос, это то, что по 48-му приказу ЦАОП не наделен функцией проведения консилиума для определения тактики, соответственно, противопухоли лекарственного лечения. Вот, и получается, что ЦАОП первичного пациента берет работу, стадирует, да, верифицирует, дальше идет на специализированное лечебное учреждение, дальше сидит консилиум, там, допустим, на березовой аллее, мамологически, уважаемая Наталья Александровна. Вот, Наталья Александровна, скажите мне, вот вы из 10 пациентов сколько пошлете обратно на ЦАОП на химию? Какое, какое, какое-то. Евгений Александрович, а можно я прокомментирую, у нас рядом КНПЦ, заведующая дневным стационаром, 900 госпитализаций в месяц, дневным стационаром, да она, 500 отправит вам. Слушайте, это фантастика, это, если это произойдет в Санкт-Петербурге, тогда будет подряд две недели солнечно. Ну, вот, в общем, вот такое есть. Дальше, опять же, какие категории подлежат противопухолевой терапии именно на уровне ЦАОПов? Вот здесь уже звучала эта тематика, да, то есть реанимационное прикрытие, категория отбора, кто, чего, как. Потом тоже вот два года я заведовал поликлиникой на Березовой аллее, да, какого-то. Ну, есть такие ситуации, они достаточно скандальные, конфликтные, когда пациент прошел несколько специализированных учреждений, у него на руках несколько там результатов консилиума, да, одни, одно совет, другие, другое, третье. И вот он может прийти в этот ЦАОП, выложить это как пассианс-карты, сказать, ну, как бы лечите меня. По какому ИС мы будем лечить? Вот. Так что тут вопросов много еще. И вот конкретно специфика по нам, с чем мы столкнулись, это, наверное, такая ситуация будет только для Выборгского района, то есть для нас и только для Калининского района. Значит, по нам мы под веткомитета, в то же время существует районно-онкологическое отделение, это подчиненность райздраву, то есть администрации района, и вот так вот по мгновению пальца взять что-то сделать с этим районным онкологическим отделением, ну, просто никаких юридических организационных механизмов нет. У нас получается, что у нас получается? Или дублирование функций, да, конкретно во взятом районе Выборгском, вот, или что? Вот, и чем, собственно говоря, должны заниматься районы-онкологи? Вот, ну, как-то вот мы сумели развестись между 104-й поликлиникой и собой, мы берем на себя диагностику, мы на себя берем химиотерапию, мы на себя берем динамику, диспансерное наблюдение, там, тех, которые требуют достаточно такие емкие инструментальные методы исследования. А за 104-е, это тоже вот очень серьезный вопрос для мегаполисов, это выхода на адреса. Вот, а все хорошо, если, допустим, ЦАОП организуется на базе района онкологического отделения, если он, как в Калининском районе, пойдет на базе КДП, ну, или как у нас, кто будет выходить на адреса, как это вот будет организовано? Ну, вот, у нас это вот, слава богу, мы как бы развели эту тему, а вот что это будет по другим районам, я не знаю. Вот, ну, такие вот есть вещи. Это тоже отличие существующей системы от той системы, которая вот сейчас выстраивается. Фактически для мегаполисов можно сказать два таких больших отличия от не-мегаполисов, да. Это первое, конечно, большая численность населения. Ну, Санкт-Петербург, там, по-моему, 5 миллионов 600 тысяч, да, на сегодня. Вот предыдущий докладчик Вологодска, да, была область. Сколько у вас, миллион сто, да? Ну, миллион сто, это вот, ну, это меньше, чем два района наши. Вот у нас 7 районов замкнут на мою организацию, 7. У нас нет прикрепленного населения, у нас маршрутизация по 223-м. Но все равно речь идет именно о работе с 7 районами.